19 часов и 4 минуты. Время в российской столице. Добрый вечер, господа. У микрофона Юрия Пронько. Ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время» на Финам.фм. В самом начале напоминаю средства коммуникации. Они вам точно сегодня понадобятся, потому как будем обсуждать крайне прикладную и актуальную тему. Номер многоканального телефона 65 10 99 6, код Москвы 495. Финам.фм. Наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Можете слушать, смотреть. Самое главное – участвовать в нашем сегодняшнем разговоре. Кроме того, можете пользоваться и моим личным аккаунтом в Твиттере. Туда также направлять свои комментарии, мнения, вопросы. Сегодня мы вновь уделим особое внимание так называемой третьей пенсионной реформе за время правления Владимира Путина. Самые жесткие полемики идут в части накопительной, части, уж простите за тавтологию, будущих пенсий. Есть разные позиции, но вы все помните, в том числе и благодаря нашим эфирам, господин президент решил отложить этот вопрос до 15 декабря, когда он, как глава государства, примет окончательные решения. Тем не менее, социальный блок нынешнего кабинета министров, ну и в том числе нынешний премьер Дмитрий Медведев, активно проводит свою линию, не бесспорную, но сегодня у меня такая уникальная роль. Я буду практически молчать, потому как мы пригласили двух экспертов, которые занимают крайне полярные позиции. У меня есть свое мнение, но я сегодня буду молчать, чтобы быть объективным. Я с удовольствием вам представлю моих гостей сегодня, начну с гостей. Это Оксана Дмитриева, депутат Государственной Думы России, член фракции «Справедливая Россия». Оксана, добрый вечер. Добрый вечер. И Дмитрий Некрасов, лидер движения «Гражданская лига». Рад видеть, Дмитрий, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, давайте вот, прям вот, что называется, быка за рога, потому как у нас не так много времени. Оксана, давайте с вас начнем. Отношение вот этой, так называемой, третьей пенсионной реформе, на ваш взгляд, в чем ее суть и к чему мы, собственно, стремимся. Хорошо. Первое. Я бы не хотела говорить в целом о реформе, потому что все, что не касается накопительного элемента, пока точно не изложено и не предъявлено. И, если говорить о пенсионной формуле, об отмене досрочных пенсий, то, что сформулировано, ну, пока никаким образом нигде не оформлено, в концепции невозможно проследить, что это будет. В законопроектах это не представлено, поэтому, если можно, я бы остановилась только на отмене накопительного элемента в пенсиях. Ну, пока во взносах, потому что фактически накопительные пенсии еще никто не получает. Я была категорическим противником, если вы знаете. Знаю. Да, 2001 года, 2002 года. Более того, никто из ее идеологов, они вот сейчас являются сторонниками сохранения накопительного элемента, но никто не решается со мной на дебаты, на это обсуждение, потому что... Дмитрий решился. Ну, Дмитрий не был... Ну, да, не принимал участия, к сожалению, в то время. Да, не принимал участия в то время, к сожалению или к счастью. Ну, а те, кто ее проводили, это господин Зурабов, Валентина Матвиенко, Починок, Михаил Дмитриев как эксперт, они уже теперь не решаются выйти на дебаты, потому что все, что предсказывалось, что эта реформа обречена на провал с самого начала, все случилось, причем случилось даже гораздо раньше, чем можно было ожидать. Что в итоге случилось? Случилось то, что переход от распределительной, солидарной или договор поколения, ее можно называть по-разному, к накопительной, во-первых, порождает эффект двойного бремени. Это когда одновременно нужно накапливать пенсии нынешним работающим и платить пенсии нынешним пенсионерам. Этот эффект двойного бремени очень длительный, длится он в наших условиях с нашими параметрами 50 лет, пика достигнет в 2024 году, и следствие этого эффекта двойного бремени три, либо их комбинация. Первое следствие – это снишение относительного размера пенсии, что мы имели и, в общем, имеем, но самый плохой год был 2007, когда размер пенсии, относительный коэффициент замещения снизился до 22,8%. Это был год самой благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и вообще экономической конъюнктуры, и самый плохой с точки зрения относительного размера пенсии. Второе следствие – это увеличение нагрузки двойного бремени, то есть тариф страховых взносов. Тоже дефицит пенсионного фонда, который неминуемо возникает в эффекте двойного бремени, его пытаются заткнуть за счет повышения тарифов. Они были вначале повышены с 26 до 34%, потом снижены до 30%, но все равно получается, что это эффект увеличения нагрузки, он все равно присутствует. При этом хочу обратить внимание всех уважаемых предпринимателей, что по факту это получается, что весь бизнес должен сброситься на то, чтобы эти деньги потом были переданы финансовым посредникам. То есть это вот такая ситуация. И третье негативное следствие – это просто возникающий дефицит пенсионного фонда должен покрываться за счет других налоговых источников помимо страховых взносов. То есть и тариф высокий, и все равно его не хватает, и нужны еще дополнительные налоговые источники из федерального бюджета, то есть за счет общих средств федерального бюджета. Вот три варианта, три следствия. У нас получилась их комбинация, то есть самый плохой вариант. У нас и относительный размер пенсии снижен, и до сих пор не достиг даже уровня 40%. У нас и тариф повышен, то есть бизнес душит, и дефицит пенсионного фонда есть. Теперь, ну все, мы же привыкли страдать, но зато будущие поколения будут жить при коммунизме. Ну а теперь они, когда эту реформу проводили, говорили, что будущие поколения будут жить при хороших накопительных пенсиях. Но в этой ситуации еще самое плохое то, что и накопительных-то пенсий не будет, потому что они стремительно обесцениваются. И доходность по пенсионным накоплениям, в зависимости от того, где они в ВЭБе или в частных управляющих компаниях, составляет от 6,5% до 7-7,5% среднегодовая, средневзвешенная за вот эти период накопления с 2004 по 2011 год включительно. Это существенно ниже, чем инфляция, и обращаю внимание, что это в три раза ниже, чем темп просто экономики, а считать его в данной ситуации нужно по номинальному ВВП. Это Оксана Дмитриева, которая, в общем-то, расчехвостила, разнесла в пух и прах. Теперь Дмитрий Некрасов. Ну, я начну с последнего аргумента, который прозвучал, потому что его проще всего побить. В данном случае нам все время говорят, что реальная доходность от инвестиций на копительные части пенсии отрицательная. При тех правилах инвестирования, которые были заданы, это действительно так. Когда дали совершенно узкий круг активов, в которые можно инвестировать, когда создали совершенно невозможные условия работы для пенсионных фондов, потому что если ты получишь доходность 30%, тебя за это никто не похвалит, но если ты получишь, не дай бог, убыток в полпроцента, то тебя за это будут сильно бить. Я вот просто не поленился, я взял некоторые, просто циферки посчитал. Вот смотрите, индекс РТС, просто индекс РТС, на начало 2002 года составлял 272 пункта. Сейчас 1430 с чем-то. Таким образом, за это время он вырос в 5,6 раза с поправкой на инфляцию в 2,5 раза. Золото в начале 2002 года, я говорю только про консервативные активы, не дай бог, ни про какие деривативы. Крайне консервативные. Крайне консервативные. 278 долларов. Сейчас 1750 плюс-минус. В 6,3 раза с поправкой на инфляцию в 3,5. Средняя цена квадратного метра в Москве. Самый хороший показатель. 18,5 тысяч на начало 2002 года. 163 тысячи сейчас средняя цена. То есть это 8,8 раз без учета возможности сдачи в аренду. Таким образом, при консервативных стратегиях инвестирования, если позволить более широкую свободу для негосударственных пенсионных фондов, или неважно, государственных пенсионных фондов, просто для инвестирования, можно было бы получить гораздо большую доходность. Просто кратную. То есть, грубо говоря, инвестиции в квадратные метры в Москве позволили бы увеличить эти накопления с 2002 года, в реальном выражении, с учетом инфляции, в 5-6 раз. Вот просто в 5-6 раз. В принципе, понятно, что есть... То есть государство зажало. Да. Как обычно, все было зарегулировано. При этом, как обычно, с нашей, скажем так, правоохранительно наказующей логикой работы государственных органов, у нас за малейшие, как бы, огрешности били, а то, что там... Ну, понятно, что рынок, он никогда не стоит на месте. Ты можешь в один месяц, в один год потерять 30%, в другой выиграть 50%, как угодно. Соответственно, здесь это первая часть, что, ну, несостоятельность аргументов против накопительной пенсии в том, что маленькие реальные доходности... Ну, смотрите, я согласен с тем, что, условно говоря, если сегодня человек предпенсионного возраста, ему 55 лет, то, наверное, его инвестиции нельзя вкладывать в акции, потому что, ну, может так произойти, что, там, за 5 лет они обесцениваются в 3 раза, да? Но если ему сейчас только 20 лет, но он только выходит в, грубо говоря, трудоспособный возраст, то почему так не делать? И, допустим, в Швеции... Это действительно так, мы продолжим после краткого выпуска новостей. 19 часов 17 минут, продолжаем дебаты в рамках реального времени по так называемой третьей пенсионной реформе. Здесь Оксана Дмитриева и Дмитрий Некрасов. Своё мнение присылайте на финам.фм, там же идёт прямая веб-трансляция. Звоните на 651099.6, код Москвы 495. Дмитрий, я вас прервал, пожалуйста. Да, то есть ещё раз, я говорил о том, что можно получить гораздо большую доходность на пенсионные инвестиции, и, условно говоря, в Швеции, в Сингапуре и во многих других странах работает такая модель, что человек, входящий в трудовой возраст, 20-22 года, 100% его пенсионных накоплений может инвестироваться в акции. Потому что на длинных периодах, 30-40 лет, всё равно это даст, грубо говоря, больший эффект. Даже не обязательно акции, более рискованные активы. Постепенно с возрастом... Производные инструменты. Да, постепенно с возрастом доля рискованных активов снижается. Но это как бы частность, то, что можно было обеспечить большую доходность. Теперь про те проблемы и про двойное бремя, про которые были сказаны. Двойное бремя действительно существует, но просто проблемы-то, которые... Вот эти три проблемы обозначены, они возникают совершенно от другого эффекта. Они возникают из-за того, что у нас очень неравномерная полувозрастная структура, что у нас поколение, грубо говоря, 50-х годов гораздо больше поколения 90-х, а поколение 60-х больше поколения 2000-х. То есть, если у нас раньше, допустим, когда небольшое поколение 40-х выходило на пенсию, а большое поколение 2000-х входило в трудоспособный возраст, у нас можно было сбалансировать ситуацию. То сейчас, чем дальше, тем сложнее будет балансировать эту ситуацию, по той причине, что у нас будет всё больше и больше пенсионеров, и всё меньше и меньше работающих. Проблема будет только усугубляться. Только усугубляться. В этой ситуации, у нас сейчас ещё ситуация гораздо более благоприятнее, чем она будет в 2030 году. Все понимают, что, условно, к 2030 году это будет гораздо хуже. И поэтому разумно в этой ситуации сегодня накапливать для того, чтобы потом было хотя бы что-то, что позволило бы сглаживать этот эффект. То есть, в принципе, если бы у нас была ровная, грубо говоря, демографическая структура, и не было бы эхо войны, и не было бы там совершенно разных факторов типа провала рождаемости 90-х, то можно было бы говорить о солидарности поколений. Но у нас совершенно разбалансированная полувозрастная структура, у нас непредсказуемо движущаяся продолжительность жизни. Мы единственная страна, которая показывала такие кульбиты, что у нас средняя продолжительность жизни за два года могла увеличиться на пять лет, просто там из-за снижения смертности от алкоголизма и ещё чего-то. То есть, у нас совершенно непредсказуемое обязательство системы, в этих условиях принцип солидарности поколений работать не может. Я просто сейчас прервусь, чтобы не монополизировать, я потом объясню это на цифрах, к чему это реально приведёт к 30-му году. Оксана. Простите, пожалуйста, я вот выясняла образование, ну, случайно просто, Дмитрия Некрасова. Вы, кажется, специалист по международному праву, да? Ну, изначальное образование такое, да. Я хочу сказать, что вопросы... Оксана переходит на личности. Да, нет, я не на личности, я к личности вообще уже никакой... Значит, вопросы пенсионные, они все прекрасно считаются. И проблема наших реформаторов и тогда, и сейчас, что всё, что считается на самом деле, доказывается вполне конкретно математически, пытаются, ну, вот, каким-то образом рассказать словами. А у меня полно математических. Да, да, словами. Вот. Теперь по поводу того, значит, что вы говорили, быстро скажу. Ну, вот отвечу. Первое. Что касается активов. Что мы вкладывали не в те активы и так далее. А если мы вкладывали в те активы, то с доходностью было бы всё в порядке. Здесь может быть много разных доказательств того, что это не так. Вот самое главное доказательство, которое мы его давно прорабатывали. И, в общем, никто это не смог опровергнуть. Даже теоретическое, гипотетическое на модели. Теперь я вам задаю вопросы. Первое. Могут ли большие деньги, ну, то есть достаточно большой процент ВВП, а если это обязательная накопительная система, отвечая, отчисляют все, то это уже сравнимый с ВВП кусок. Да, я согласен. Да. Ну, допустим, там 3-4%, 5%, если это накапливается в течение долгих лет. Расти быстрее, чем весь ВВП на длительном периоде времени. А кто вам сказал, что эти деньги должны быть полностью инвестированы в пределах страны? Нет, ещё раз, я вас спрашиваю. Если они инвестированы... Методологически. А почему они должны быть инвестированы внутри страны? Допустим, в той же самой Швеции есть возможность инвестировать фонды, связанные с Россией, фонды, связанные с Бразилией. Хорошо. Почему они должны быть инвестированы внутри страны? Значит, давайте мы рассмотрим этот вопрос. Если они... Нет, ну просто зачем его рассматривать? Нет, ещё раз, если они инвестируются, если они инвестируются в другой стране, это другой вопрос, мы его тоже рассмотрим отдельно. Если они инвестируются внутри своей собственной страны, то могут ли вот эта часть вот этих денег расти быстрее, чем вся экономика на периоде времени 30-40 лет? Ну, гипотетически могут, но, скорее всего, скорость их роста будет стремиться к скорости роста экономики. Я с этим согласен. Гипотетически будет стремиться к скорости роста этой экономики, всей экономики. Она будет, скорее всего, ниже темпов роста всей экономики, хотя бы на размер расходов на обслуживание всей этой системы. Потому что никто не скажет, что система инвестирования средств пенсионных накоплений, она бесплатна. Но здесь есть ключевое допущение. Простите, пожалуйста. Ключевое допущение, извините. Ещё раз, да, нет, можно я договорю? Хорошо, да. Значит, вначале мы рассматриваем случай, ещё раз говорю, инвестирования внутри своей собственной страны. Значит, первое, мы с вами согласились о том, что часть вот этих денег, достаточно большая, пенсионных накоплений, не может расти быстрее, чем вся экономика на периоде 30-40 лет. Согласились. Дальше. Вы не можете не согласиться с тем, что эти расходы на инвестирование являются бесплатными. Значит, там всё равно появляется коэффициент, который уменьшает реальную доходность хотя бы на обслуживание всей этой системы. Значит, уже получается, что доходность по пенсионным накоплениям как минимум меньше, чем темп роста всей экономики. Теперь на сколько? Извините, вот сейчас вот очень важный момент. Нет, нет, я прошу, я прошу, дайте возможность просто. Нет, ну это же не важно, вот здесь вот есть отличие. Вы сейчас методологически совершаете большую ошибку. Нет, есть вот здесь вот отличие, но это не возможно. Нет, еще раз. Эта гипотеза работает при допущении, что эффективность инвестиций в рамках негосударственной пенсионной системы в целом такая же, как по экономике в целом. Она будет выше по той причине, что есть государственная часть инвестиций, которая менее эффективна. Поэтому вот эта вот стоимость системы, условно говоря, пенсионной, она будет покрыта повышением эффективности над средней эффективностью по экономике. Еще раз я вам объясняю. Дмитрий Некрасов, Оксана Дмитриева. Вы же со мной только что согласились. Государственная, негосударственная. Я вас спрашиваю, гипотетически у вас есть кусок, одна десятая от ВВП. Она может расти у вас, в любом случае у вас должен быть диверсифицированный портфель на периоде 30-40 лет. Она у нас может расти быстрее, чем вся экономика или не может? Может, если решение по управлению этой частью более эффективно, чем решение по управлению другой частью экономики, то она может расти. А почему они не могут быть более эффективными? Потому что она у вас так или иначе вкладывается во всю экономику равномерно и относительно диверсифицированно. Маленькие деньги в отдельно взятом НПФ вы можете вложить, ну вот ваши личные, которые будут расти более быстрыми темпами, чем вся экономика, с какой-то определенной вероятностью. Я поэтому вас и спросила, какое у вас образование, потому что математически, когда у вас большие деньги, вы их вкладываете с какой-то определенной вероятностью. У вас какое-то определенное усреднение получается этих вероятностей и подохотности. Поэтому в целом большой кусок от ВВП на протяжении 30-40 лет не может расти быстрее, чем вся экономика, потому что так или иначе он вкладывается в эту всю экономику. Это Оксана Дмитриева, Дмитрий Некрасов. А теперь я прошу меня не перебивать, и дальше я все-таки доскажу. У вас получится, что там возникает коэффициент меньше единицы, который возводится в 30-ю и в 40-ю степень. Человек, знакомый с математикой, знает, что все, что меньше единицы, возводится в большую степень, значит, 30-40 лет, это число стремится к нулю в зависимости от того, насколько это отличается от единицы. Так вот, если у вас отличие от темпов роста номинальных ВВП, доходности по пенсионным накоплениям только на расходы на обслуживание всей этой системы, то пенсионная накопительная система оказывается более эффективная, чем распределительная, если в будущем на одного работающего будет приходиться более чем два пенсионера. Вот таких гипотетических сценариев нет. А если мы продлим ситуацию, которая у нас сейчас существует, когда отличие доходности по пенсионным накоплениям от темпа роста всей экономики номинального ВВП составляет 65%, то есть коэффициент на самом деле у нас 0,35 и возводится он в степень 30-40 лет, то накопительная система оказывается более эффективна, чем распределительная, если в будущем мы ожидаем, что на одного работающего будет приходиться более чем 500 пенсионеров. И последнее, Чили, там отличие 25%, то есть коэффициент 0,75, и если мы распространим ситуацию в Чили, потому что нас в Чили все время убеждали, ну ваши более старшие коллеги, которые убеждали переходить на накопительную пенсионную систему в 2002 году, но тем не менее, есть элементы перехода к накопительной пенсионной системе, и уже система функционирует 25 лет. Так вот, там отличие, там отклонение от темпов роста номинального ВВП 25%, то есть там коэффициент 0,75. Так вот, в условиях Чили накопительная пенсионная система более эффективна, чем распределительная, солидарная, если мы ожидаем, что на одного работающего будет приходиться более чем 16 пенсионеров. То есть это доказывает тот факт, что это говорит о факте, что обесценение накопительного элемента, оно идет гораздо более стремительно, несопоставимо более стремительно, чем любое фантастическое ухудшение демографической ситуации. — Это Оксана Дмитриева. Мы сейчас буквально через несколько секунд будем уходить на новости середины часа. Я обещал, что сегодня я буду занимать абсолютно нейтральную позицию, хотя читатели моего блога и слушатели моих программ знают, каких тезисов я придерживаюсь. Единственное, вот в этой всей истории мне не нравится одно. Возвращение к САБЕСу означает дальнейшее, не просто обман россиян, а неучастие, собственно, самих граждан в процессе своего пенсионного обеспечения. Об этом поговорим после новостей. — 19.31. Реальное время в Финам.ФМ. Оксана Дмитриева, Дмитрий Некрасов. У нас здесь в студии прямого эфира обсуждаем так называемую третью пенсионную реформу. Свои письма на финам.фм направляйте. Там же идет и прямая веб-трансляция. Дмитрий Некрасов. — Ну, в том, что было сказано до этого, это просто такие кабинетные рассуждения, очень оторванные от реальной жизни. Я мог бы поспорить по каждому допущению, в частности, то, что, условно говоря, возвратность на капитал совершенно не обязательно коррелирует с ростом ВВП. При инвестициях. Но я не буду про это делать. То есть, в целом, то, что нам говорится, что благосостояние каждого конкретного человека не может расти быстрее, чем благосостояние в среднем по стране. Мы знаем, что это не так. — Отдельного, конечно, нет. В целом, население. — Если коротко. Я сейчас просто хочу вернуться к реальности, потому что мы сейчас можем уйти в экономический спор, который мало кому понятен и мало кому интересен. Реальность состоит в следующем. Первое. Вот на сегодняшний момент у нас на тысячу работающих там 357 пенсионеров. К 2030 году будет 518. Ну, это первое. — Сухие цифры. — Да, цифры. — Вот смотрите. У нас сегодня по 2011 году средняя зарплата составила 23 тысячи рублей. Средняя пенсия — 8,2. Ну, страховые взносы у нас 34%, из них пенсионный фонд — 22%. Если предположить консервацию текущей системы, вот просто в полном виде, то оставим возраст выхода на пенсию и тот же, и все такое прочее, то у нас для того, чтобы сохранить пенсию в том же самом объеме, ну, допустим, у нас нет инфляции, у нас все замерло, надо было бы повысить общий взнос до 47,5%. Ну, просто при том соотношении работающих и неработающих. Что нереально, просто бизнес не будет платить, уйдет в тень. Другой вариант. Мы должны снизить пенсию в текущих ценах до 5-600 рублей, то есть на 31%. Это связано вот с той самой ситуацией демографического перекоса, который у нас есть, что у нас в ближайшие 30-40 лет меньшие поколения будут кормить большие поколения. То есть меньшие поколения, которые в трудоспособном возрасте по принципу солидарности, будут кормить большие поколения, которые будут находиться на пенсии. То есть поколения 60-х, 70-х, 80-х, это очень большие поколения, которые гораздо больше, чем поколения 90-х и 2000-х. И, ну, это понятная математика, заложенная на долгие годы вперед. В этих условиях просто принцип солидарности поколений приведет к тому, что у нас к 2030 году будет колоссальная проблема с выплатой текущих пенсий. Они будут предельно низкие. Я уже не говорю про то, что сегодня у нас в значительной степени пенсионный фонд, он датируется за счет высоких цен на нефть, их может не быть к 2030 году, тогда эти цифры еще ухудшатся. Но у нас будут большие проблемы. И в нормальной ситуации здравые хозяйственные люди должны, смотря на эти проблемы, говорить о том, что неплохо было бы сегодня накопить, чтобы к тому моменту, когда будет наступить 2030 год, хоть что-то было. Но в 2030 году это еще не в полной мере, то есть у нас начнут выходить только в 20-х годах первые люди с накопительной компонентой. Но постепенно, постепенно к 30-м, 40-м это все будет раскручиваться. И здравые люди, вот не как сейчас у нас начинают сворачивать софинансирование пенсий и так далее, должны были бы наоборот людям честно объяснять. Вот смотрите, у нас есть огромное поколение людей, поколение людей 60-х, условно говоря, поколение 80-х, 70-х, которые будут жить вот в той ситуации, которую я описал. Об этом надо говорить честно правительству, потому что люди, честно слыша об этом, начнут свои стратегии корректировать, жизненные, реальные свои личные жизненные стратегии, под то, что у них не будет, условно говоря, просто у государства не будет возможностей обеспечить им достойную пенсию. Это просто объективно так. — Вы романтик еще больше, чем я. Вы считаете, что госпожа Голодец реально будет говорить? — Она не будет этого говорить. — Да и по барабану, на самом деле, что она творит сейчас. — Что сейчас происходит? Вся вот эта вот дискуссия по поводу отмены накопительной компоненты, она строится вокруг того, что после нас хоть поток, что нам нужно бы продержаться еще 2-3 года, там 3-5 лет, потому что, конечно, отменив накопительную компоненту, они в текущей ситуации, ну, то есть в ближайшие, там, условно говоря, 5-6 лет, улучшат возможности для выплаты пенсии текущим пенсионерам. Это позволит прожить, возможно, еще один электоральный цикл. Когда левые им в этом радостно подыгрывают, ну, я условно говорю, там, режиму, то сами себе копают яму, потому что это, по сути, решение, мало того, что популистские, это популистские решения с очень коротким сроком реализации, с очень коротким горизонтом планирования. Вы знаете, я тут смотрел как раз презентацию этого Минтруда, и там меня просто поразила одна вещь, что там показано, сколько от прожиточного минимума пенсионера составляет пенсия. И типа сейчас она составляет, там, по-моему, 180%, ну, условно, и следующие, там, 3-4 года она будет снижаться, а потом каким-то необъяснимым образом она начинает стремительно расти, и к 2030-му достигает чего-то. Это вот показывает реально, на какие горизонты планирования ориентируются эти люди. То есть они понимают, что завтра их спросят, вот, потому что снижение это будет, но все объективные предпосылки, которые существуют, все демографические тренды, все, что мы видим, говорит о том, что будет только ухудшаться ситуация, а они каким-то образом, каким-то невероятным рисуют, что к 30-м годам все это будет улучшаться. В этих условиях понятно, что так или иначе пенсионный возраст будет, по факту, повышен. Он может быть повышен одним образом, вот как призывают левые, что мы всем платим нищенским маленькую пенсию, и люди просто сами будут работать на пенсии, понимая, что, ну, они будут работать по факту, но у них будет нищенские маленькие, да. Есть другой вариант, что, условно говоря, там, пенсионный возраст каким-то образом повышается, там, так, как предлагает Минтрут, или, хотя, там, может быть, не очень правильно, ну, еще каким-то образом, либо создаются стимулы, что если хочешь выходить на пенсию в 55 лет, ты получаешь небольшое пособие по старости, да, а если ты выходишь, там, в 62 года, то ты получаешь уже полноценную пенсию, как, условно говоря, ну, близкую к тому, как это работает, допустим, в Швеции. То есть, возможны разные варианты, они разной степени честности. Самый нечестный вариант, это говорить, ребята, у вас все будет хорошо, у вас будут высокие пенсии, мы вам все обеспечим, и все замечать. Это не так, мы движемся к яме. Мне нравится высказание чиновников, через 10 лет у вас будет, только вот этих чиновников уже не будет. Да, мы движемся к яме, и вот попытка сейчас просто углубить эту яму, увеличить масштаб, амплитуду падения, вот предпринимается. И мне достаточно странно, что властям в этом многие подыгрывают. Оксана, вы подыгрываете? Ну, мы возвращаемся к тому, что мы начали, апологеты обязательного накопительного элемента говорят следующее, отдельный человек может жить существенно лучше, чем вся страна, да. Отдельный человек может жить существенно лучше, чем вся страна, выиграть существенно лучше, инвестировать существенно лучше. Вам еще раз говорят, что когда обязательный накопительный элемент распространяется на все работающее население, инвестируется достаточно большая часть ВВП, то вот эта большая часть ВВП, опять же, должен быть для того, чтобы это обеспечить хоть минимальную надежность, диверсифицированный портфель, он расти больше, чем вся экономика не может, а будет расти меньше. Дальше, поскольку он будет расти меньше, вам на цифрах показывают, что деньги эти будут обесцениваться, а за 30-40 лет они обесценятся существенно выше и существенно больше. Дмитрий говорил о том, что ведь инвестирование может происходить не только в отечественную экономику. Теперь рассмотрим чудный вопрос инвестирования в чужую экономику. Инвестирование в чужую экономику порождает целый ряд рисков уже чужой экономики, то есть вы на себя берете все риски мировой экономики и тех стран, куда вы инвестировали, в том числе и политические риски. Почему вы думаете, что ваших пенсионеров вы сами не будете кормить через 30-40 лет, а все страны только мечтают о том, чтобы кормить ваших пенсионеров. Это первое. Второе, что касается самой нашей страны, что значит деньги, которые собраны от налогов, от взносов, они уходят и инвестируются в другую страну. Это организованный отток капитала, который существенным образом подрывает экономику страны. То есть вполне возможно, если вы так это все будете... Вы с этим не согласны. Вот это организованный инструмент, вот смотрите, у нас в 2000-е годы была очень большая проблема с голландской болезнью. С голландской болезнью. И это как раз инструмент. Мы можем в одни годы позволять большую долю этих резервов инвестировать за рубеж, допустим, в годы высокой нефти, а в годы низкой нефти, наоборот, уменьшать процент, условно говоря, тех резервов, пенсионных фондов, которые должны быть инвестированы за рубеж. Таким образом мы можем балансировать потоки капитала не через центральный банк и печатный станок, а через систему пенсионных фондов. Это как раз инструмент блестящий, который бы нам очень помог, будь он существуя в 2000-е годы, когда у вас была эта проблема. Значит, первое, еще раз возвращаемся к вопросу инвестирования в чужую страну. Значит, когда вводился элемент накопительный, говорился о том, что это инвестиционные деньги. Длинные деньги для нашей экономики. Значит, теперь выясняется, что это длинные деньги не для нашей экономики, а для какой-то чужой экономики. Еще раз повторяю, любое инвестирование средств, вы собрали деньги, если это достаточно большой кусок, вы говорите, у нас низкая доходность, мы, значит, обеспечим в чужой стране. Если это большой кусок средств, которые уходят в зарубежную экономику, это значит, организованный отток капитала. Любой отток капитала, отток инвестиционных средств из своей страны, он дестимулирует экономический рост. То есть это значит, что мы будем расти медленнее. Теперь вопрос по поводу когорт, что-то тут было сказано, что у нас какие-то провалы, значит, по годам. Значит, ну я вам скажу, если бы вы, значит, посчитали любую распределительную систему, просто посчитали, вы бы поняли, что ни одна когорта кормит другую. То есть это не значит, что, допустим, рождение 80-го года кормят тех, кто вышел на пенсию в годы рождения 60-го и так далее. А это, то есть здесь идет счет на когорты, объединенные когорты 35-40 лет, то есть за 35-40 лет. Поэтому там в любом случае какие-то отдельные провалы годичные, они нивелируются. Что касается демографических прогнозов, демографического прогноза, катастрофического, в 2030 году нет. Никакого один к одному нет. Это откуда такие сведения, что его нет? Здесь у нас же есть прогноз официальный Росстата. Оксана, вы им верите? Я же, вы знаете что? После скандального интервью бывшего главы Росстата. Что касается 2030 года, соотношение пенсионеров и работающих, это очень уже близко. Все те, кто будут работать в 2030 году, они уже родились. Посчитать это легко. Посчитать это можно спокойно. Никаких тут катастрофических прогнозов нет. Помимо демографии, есть еще масса других факторов, которые влияют на соотношение работающих и пенсионеров. Это рынок труда, это доля безработицы, это реальное соотношение регистрируемой и нерегистрируемой занятости. Это количество работающих пенсионеров, которые продолжают работать. То есть здесь очень много еще других факторов, которые гораздо более чувствительны сейчас и имеют больший вес, чем изменения демографической ситуации. Потому что у нас соотношение экономическое активного населения, находящееся в трудоспособном возрасте, 75 миллионов человек. А реальные платильщиков страховых взносов 48 миллионов. То есть видите, какое тут соотношение. Вот большое. Поэтому тут еще очень много факторов. Далее. Другой фактор, который тоже есть и который не обращает внимание, это рост производительности труда и доля фонда оплаты труда ВВП. Потому что мы же оцениваем взносы от фонда оплаты труда ВВП. С годами эта доля фонда оплаты труда ВВП не уменьшается. Даже с учетом уменьшения численности. Оксана, продолжим сразу после краткого выпуска новостей. Здесь также Дмитрий Некрасов. А 19.47 это реальное время. Здесь Оксана Дмитриева и Дмитрий Некрасов обсуждаем так называемую третью пенсионную реформу. Обычно в этой части я уже подключаю слушателей, но дам возможность Оксане договорить и Дмитрию. Одно коротенькое. По поводу вложения и доходности в зарубежные активы. У нас есть прекрасный пример вложения в зарубежные активы. Резервный фонд и фонд национального благосостояния. С доходностью, знаете какая доходность по последнему году, 2011, докладывает счетная палата. В валюте от нуля до единицы. А в рублях с отрицательной курсовой разницей. Тоже заставляет входить в государственные бумаги. Большие 4 триллиона. Тут было несколько раз произнесена совершенно манипулятивная и неправильная методологическая посылка о том, что, грубо говоря, инвестиции в ВВП, допустим 10% ВВП, не могут расти быстрее, чем темп роста ВВП. Вообще, скорость роста пенсионных накоплений в данном случае опираются не на скорость роста ВВП, а на производительность капитала ВВП. И это вообще не связанные понятия. То есть сейчас, грубо говоря, апеллировали, строится целая теория на просто песке, которого не существует. Потому что скорость роста ВВП, она может зависеть от приезда, дополнительной рабочей силы, уезда и так далее. То есть тут совершенно разные факторы. То есть ВВП растет от производительности труда, от количества вовлеченных и так далее. А производительность капитала, это то, сколько, условно говоря, в среднем капитал зарабатывает в этой стране усредненно. Это что-то ближе похожее к ставке рефинансирования ЦБ. Она совершенно разная, производительность капитала может быть высокой при кризисе в экономике. То есть, условно говоря, в 29-м году производительность капитала могла быть на самом высоком уровне в США. То есть это просто методологически настолько неправильно говорить о том, что... Ну, допустим, возьмем простой пример. Давайте не будем сейчас опять в империи. У нас по всей стране огромное количество недвижимости, огромное количество жилья. У нас за 12 лет это жилье выросло в цене, грубо говоря, в среднем в 10 раз. А ВВП у нас в 10 раз не выросло. Вы понимаете, да? То есть, условно говоря, активы могут расти в цене совершенно в другой пропорции, нежели ВВП. И это просто вообще не связанные вещи. То есть вся вот модель, которая несколько раз повторялась, она построена на базовой неправильной посылке. Потому что то, сколько я получу на свои инвестиции, на свои инвестированные пенсионные накопления, зависит просто от того, насколько эффективен капитал в экономике. Насколько он востребован, насколько сейчас нехватка капитала, насколько на него есть спрос, и какие ставки банковского процента, и под какие, грубо говоря, доходности люди входят в бизнесы, в IPO и так далее. От этого это зависит. Совершенно не от того, какой рост ВВП, потому что рост ВВП может быть связан просто там с увеличением, допустим, доли работающего населения за счет демографического процесса какого-то. Вот смотрите, все. Вот у нас сейчас уже 19.51, всего 9 минут осталось до завершения разговора. Я хочу сейчас услышать ответ на конкретный мой вопрос, и затем будут слушатели. Вот смотрите, для меня накопительная часть будущих пенсий — это самостоятельное решение физического лица гражданина России по своему пенсионному будущему обеспечению. Да, уж простите за то, что повторился. Это самостоятельное решение. Почувствуйте, да, вот это слово. Независимость от государства, хотя я не витаю в облаках, и это все скоррелировано. Дмитрий, я правильно вас понимаю, что вы как раз за то, чтобы люди принимали самостоятельные решения? И брали на себя тем самым ответственность. Я, конечно, за то, чтобы любым образом доступным стимулировать людей к тому, чтобы они были вовлечены в этот процесс и принимали самостоятельные решения, становились более финансово грамотными и принимали на себя ответственность. Но, будучи реалистом и понимая то, что, в общем-то, значительная часть нашего населения ведет себя, как правило, достаточно безответственно и не думает на такие горизонты, просто за, скажем так, бытовой обычной жизнью не думает про 30-40 лет вперед. То все равно необходима государственная система стимулов, вот в этом плане система софинансирования дополнительных накоплений, она была очень правильным стимулом. То есть должна быть система стимулов, система рекламы, которая бы втягивала этих людей в процесс принятия решения о своем будущем, о том, чтобы заботиться о нем, о том, чтобы строить свои стратегии на много лет вперед. И принимать, брать на себя больше ответственности, а не думать, что государство за нас все решит и нам вам все поможет. Это Дмитрий Некрасов. Оксана, хочу вот услышать именно в части людей. Во-первых, обязательно накопительная пенсионная система — это никакое не самостоятельное решение. Вас принуждают выплачивать эти деньги, ну, в виде страховых платежей. И ваше решение только зависит от того, оставляете вы их в вебе или вы выбираете какую-либо управляющую компанию. Но это уже решение. Опять же, вопрос только получаете, насколько они обесценятся сильно. Будет ли 6,7% или, значит, в среднем будет 7,5%. Вот и все, при росте экономики 20%. Это первое. Второе. На самом деле это не ваши деньги. Вы ими распорядиться не можете. Да, но это претензия у меня к государству. Это ваше исключительно. Это претензия к государству и к регулированию. Это ваше. В том числе и к депутатам. Нет, это не к регулированию. Нет, ну как, решение принималось. Это ваше пенсионное право. А почему вы не отдадите эти деньги людям? Вот чтобы они сами распоряжались. Действительно, я с вами соглашаюсь. Потому что это на сегодняшний день государство в очередной раз занимается обманом. Вот поэтому мы и говорим, что то, что у вас обязательный тариф, то, что вы обязаны сделать, это как налог, вот это у вас должно распределяться на пенсии наиболее эффективным образом. А то, что вы накапливаете дополнительно и хотите это накапливать, вот это нужно освободить от налогов и предоставить полное право человеку. Хочет он накапливать, где он хочет, может он ничего не хочет об образовании своих детей. Печально, что он не хочет. Вот эта система будет работать. Потому что, опять же, если понимать экономику, то вот эта система работает на саморегулировании. Потому что если вы добровольно выбираете, допустим, негосударственный пенсионный фонд, то вы пойдете туда, только если он вам обеспечит доходность выше, чем, допустим, процент банки. Оксана, коротко, ваше предложение, значит, что делать дальше? Если обязательная накопительная система, от нее надо отказываться и как можно быстрее. Деньги эти забираются не у населения, они забираются у финансовых посредников. Более того, при переводе их в солидарную часть нужно переиндексировать эти пенсионные накопления. Потому что более старшие товарищи получили в среднем на свои условные накопительные 20% годовых. А у тех, у кого накопительный элемент, они получили 6,5% годовых. Они не должны страдать за эксперименты государства. Их нужно переиндексировать на большую часть. А добровольная система накопительная, она должна быть действительно полностью добровольная, освобожденная от налогов. Там еще масса проблем есть с добровольной пенсионной компонентой. И это граждане должны принимать и сами осуществлять это решение. Это Оксана Дмитриева. Дмитрий, и ваш итог. То, что касается накопительной части, ее необходимо, безусловно, оставить. Надо расширить возможности для инвестирования в зависимости от возрастов. Надо дать людям возможность самостоятельно распоряжаться частью этих пенсионных накоплений, как это делано в ряде стран. В частности, для покупки жилья, для первых взносов по ипотеке, для образования. Диверсифицировать. Нет, я имею в виду тут не только диверсифицировать, а то, что человек может в ходе жизни брать из этих денег что-то и, грубо говоря, решать некоторые из тех задач, которые четко определенные. Зачем их тогда отчислять на акцию? Далее, я вас не перебивал. Далее, то, что касается проблем всей пенсионной системы, ее несбалансированности, то здесь, конечно, эти проблемы решат. То есть, надо понимать, что, в общем-то, эти накопительные 6% в любом случае, это, грубо говоря, 450 миллиардов из 6 триллионов. И они все равно глобально в перспективе 10 лет ничего не решают. Тут нужны сложные решения. Решения должны быть связаны с сложной системой стимулов, которая бы стимулировала более позднюю работу, при этом стимулировала бы более поздний выход на пенсию, при этом создавала бы возможность для людей предпенсионного возраста работать. Потому что, допустим, в том же самом Сингапуре есть очень интересный пример, что для людей, которые предпенсионного возраста, страховые взносы снижаются и становится для работодателя гораздо более выгодно брать этих людей на работу. То есть, таким образом, помимо того, что государство вынуждает людей позже уходить на пенсию, оно еще создает стимул для того, чтобы работодатели таких людей брали на работу. Это должна быть сложная система стимулов, которую невозможно принять до 15 декабря. И это, в принципе, вообще вопрос на один-два года. Но в том, что касается, я имею в виду разработки самой реформы, в том, что касается того, чтобы сейчас просто взять и обмануть миллионы людей и отнять у них те 6%, которые уже худо-бедно как-то накоплены, это просто попытка власти сегодня решить свои сиюминутные задачи, совершенно текущие и популистские, за счет будущих поколений. Послушаем сейчас комментарии. Я еще хочу сказать, у людей ничего не отнимается. Эти деньги, собственность на них, финансовых посредников, НПФов и управляющих компаний. Но это лукавство именно в адрес государственных товарищей, которые создали эту систему. Так отменяется то, что создано. Ведь отменяется не что-то гипотетическое. Оксана, третий раз Путин за время своего правления меняет правила игры. В какой еще стране это? Претензия к тем, кто вот так же как сейчас берут и доказывают, потому что сейчас же еще та же самая апологетика, что вот эта система, которая отнимает у граждан фактически 6% страховых взносов или заставляет работодателей эти 6% платить, что ее еще нужно продлить дальше, чтобы они крутили эти деньги, а для будущих поколений они все равно обесцениваются. И чем быстрее прекратим эту систему, тем лучше. Хоть пару звонков успеем принять. Добрый вечер. Очень лаконично. Как вас зовут? Добрый день, Михаил Москва. Замечание, во-первых, не согласен с позицией, что не могут накопления расти быстрее рынка. Извините, смысл управления активным, чтобы даже при дезертификации вкладывать все равно в прибыльную отрасль. Никто не будет, грубо говоря, из 10 отраслей, из которых 5 плюс и 5 минус, вкладывать вообще по чуть-чуть. Будут управляющие вкладывать 5 плюс. Второй момент. У вас недавно был Михаил Делягин на программе, что одна из областей, куда можно вкладывать длинные деньги, которые сейчас нуждаются в длинных деньгах, это ЖКХ. Поверьте, там сроки окупаемости такие, которые в одной или другой стране, мне кажется, не снилось. С учетом нашего взнос. То есть там 2 года окупаемости потом в плюсе, на достаточно долгий период, это абсолютно нормальная ситуация. Да, я понял вас. Давайте хоть еще один звонок. Добрый вечер. Как вас зовут? Алло. Добрый вечер. Артур. Да, очень коротко. Вы знаете, у меня такое чувство, что я сошел с ума, потому что сидят люди, которые рассуждают о том... Я понял. Все. К сожалению, вот на этой фразе мы закончим сегодняшнее реальное время.